всем привет показываю как делать вот такие симпатичные картинки они делаются в обычной программке для презентации можно создать вот я вам эту презентацию скину вы просто здесь добавляете и отсюда же можно будет копировать вот такую рекламку и вот эти вот штучки как здесь нужно будет работать чтобы сделать новый слайд то есть чтобы сделать свою собственную картинку вам нужно сначала вот на вставке главное нажать создать слайд выбираем обычный сейчас секунду обычный пустой слайд и вот здесь уже можете вставлять свою собственную картиночку и соответственно делать что хотите вставка добавить рисунок и выбирается картинку на вашем компьютере любую картинку дальше я не буду сейчас делать у меня уже вот готовы есть час на готовых покажу это я удалю чтобы не путаться например вот я вставила картинку мне ее нужно немножечко подвинуть отодвинуть и в общем немножко откорректировать то есть если она по размеру не совпадает нужно ее немножечко увеличить например есть такой классный эффект вот смотрите два раза если мышкой щелкаешь у вас появляется вот такое окно формат и здесь есть эффекты эффект очень крутые например сглаживание я его очень люблю смотрите по бокам картинка как уменьшается симпатично она делается такая полупрозрачная по бокам очень миленько дальше мне здесь нужно добавить объявление объявление копируйте из первого то есть самый первый слайд здесь объявление просто уже с вставочкой вот такой зелененькой ну и там разные цвета в первом они без вставки чистое объявление копировать сюда нажимаем правой кнопочкой нажимаем и вставляем двигаем как хотите и нужно соответственно тоже немножечко откорректировать но я корректировать сейчас не буду смотрите но я покажу приблизительно тыкаем два раз мышкой и вот эффекты полости здесь очень много интересных эффектов можно сделать как например рельеф то есть но какое-то такое выделение сделать например можно рамку какую-нибудь сделать можно что-то выпуклое можно отражение отражение подойдет тень тень не знаю тень тоже наверно сглаживание здесь не подойдет потому что у нас тут слова половину будет не видно можно изменить формат то есть он будет немножечко там какой-то странный в общем выбирайте можно рамочку какую-то потрясовать в общем что угодно выбирайте дальше ну вот я например сюда вставила вот текст вот картинка то свить картинка отдельно текст отдельно и вот такие штучки тоже копируйте из первого вот просто нажимаете правой кнопкой мыши если она не активно значит еще просто раз нажимаете или вот прямо вот на ребро то есть ребро картиночки прям нажимаете и вот она активная копировать копируете и соответственно вот здесь вставляете вот вставить так что мне получилось вот вставили все эту штучку тоже можете написать свое имя это уже картинка у меня вставлена не помню откуда скопировала ну ладно в общем как эти штучки сделать например то есть сама самой так куда вы идете идете в главную вот тут есть такие фигурки берем например квадратик растягиваем это квадратик дальше выбираем заливка белая ну вот здесь можно выбрать цвета можно выбрать просто белая заливка дальше контур можно выбрать зеленый красный ну в общем тоже любой вот тут тоже выбор есть огромный дальше выбирать толщину этого контура я беру самую большую толщину вот самую толстую такой вот дальше я еще при приделывая эффект. Сейчас покажу. Два раза щелкайте. Ну ладно, в общем, не получается. Почему-то формат. Формат. Добавляем эффект. Я добавляю эффект рельефа. Вот такой, чтобы он был такой симпатичный. Дальше здесь можно написать что угодно. Вот он. Сейчас. Ой, текст. Идете в главную. Здесь выбираете цвет текста. Можно выбрать любой цвет. Можно красный. И, соответственно, печатаете. Здесь можно выбрать шрифт, какой вам больше интересен. У меня обычно вот такой шрифт стоит. Можно размер выбрать. Соответственно, у меня где-то 28 размер стоит. И толщину, если нужно. Можно толстый, жирный, как хотите. Вот. Дальше. Ну, здесь поняли, да? Здесь, в принципе, все несложно. Потыкайтесь просто. И очень тут все будет. Очень много интересного. Эту штучку мы удалим. Дальше. Как такую картинку сохранить? То есть, чтобы она была не презентацией, а картинкой. Идете в файл. Сохранить как? У вас, возможно, другая программка, другая версия программки. И, ну, чуть-чуть будет по-другому. Суть такая же абсолютно. Сохранить как? Дальше у вас, возможно, будет выбор. Вот у меня как раз обзор. И вот такое окошко всплывает. Где сохранить и в каком формате. Здесь я выбираю рабочий стол. Я просто вот на стрелочку нажимаю, чтобы прямо на рабочий стол перелистнулось. Здесь выбираем любое какое-то название. И здесь вот выбираем вот такую штучку. Картинку. Вот. Эта картинка. Сохранить. И он предлагает все слайды сохранить или только этот. То есть, вы можете все слайды сразу сохранить. Они у вас все будут как картинки. Презентация у вас все равно останется. То есть, дополнительно будут еще картинки. Или только этот слайд. Выбирайте только этот, если вы уже другие сохраняли. Вот что у нас получается. Презентация у нас такая осталась. Можно ее редактировать. И вот у нас появилась наша картинка. Вот картинка. Все. Ее можно отправлять куда хотите, кому угодно сбрасывать. Все. Удачного вам редактирования. Пока.